Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь», том 19, вопрос 3335. «Зарубежные приходы считались как бы однородными, но вот заговорили об объединении и почему они стали так разделяться между собой?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это и есть лучшее доказательство, что объединяющей силы не было. Были даже общие дела, рассылка книг в Россию, сбор средств, строительство храмов. Но на поверку это не выдержало испытания. Ностальгия по России подтачивал их единство. Они видели это при любом раскладе, а некоторые только старую, ушедшую Россию видели и хотели бы помогать ей любимой. Но когда поехали туда в начале перестройки русские, простые, то те обнаружили, что это не то. Они не такие, как в книжках по истории России. И меня там спрашивали. И там такие все. А мы-то там не пили, не курили. Но по их меркам мы не те. Они горько в нас ошиблись, разочаровались. Мы в них не разочаровались, потому что мы их не знали и думали, что они такие же, как мы. Если бы они имели на себе миссию евангелизации того мира, где уже прижились, они бы занимались с молодежью, как делали в России сектанты. Но Библия не была объединяющей их книгой. И Христос, только на иконах остающийся, не мог объединить их. И казалось, что они очень разные. И оказалось, что они очень разные, хотя и думали, что все они одинаковые. А при изучении Библии они бы видели это намного раньше. И разделение произошло бы у Библии. Возьмем нашу общину. У нас нет разделения по этому вопросу. Появилось несколько смутьянов, но они не могли ничего доказать. Просто бузотерство. И они мгновенно вышли, отпали. Речи даже быть не могло об их претензиях на большее, чем уйти. А там, за границей, уже суды готовы пойти за храмы, потому что как строили их все вместе. А теперь большинство может отсудить себе храмы, а оставшимся в меньшинстве, чьи дети и внуки вложили так много в храмы, придется или строить себе отдельно, или стоять в своих храмах как чужим, слушать поминания патриарха-чекиста. Могло бы быть иначе, если бы Библия объединяла их раньше. Деяния 17.11 Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Исайя 49.18 Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты обличешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. С настольной лампой дружим по ночам, пытаемся проникнуть за тьмы, за весу. Едва лишь строчку, первую начал, как карандаш, все тридцать шесть за месяц. Вникая в давние библейские сюжеты, вхожу по-свойски, не остерегаясь. Там стоило ли им нести такие жертвы, до ныне тянет человечей гарью. Высвечиваю самые тревожные моменты, меняющих расклад вчерашних сфер. Кто прав, канонизации пометил, неправых в вере критики подверг. Со всеми прежними героями пройдусь, свет лампы ослепляет их с затылка. Им нужен суд новозаветных уст, не холодом обдать, сопереживая пылка. При огорчительно ненужным оказаться в завалах тьмы, тысячелетий мрака, приписку сделать, собственную запись, как комментарий, чтоб им казался сладок. Когда известен общий результат, могло бы иначе с концовкой обойтись. Советы опоздавшие летят, игра там кончена, и завершилась жизнь. Умом и домыслом высвечиваю случаи, с евангельской меркой прислоняюсь. Сначала проникает только лучик, молитвой жаркою желаю выдать пламя. С Христом все иначе к свершению подошли, с доверием к начертанному Богом. Ввожу новозаветный дух в псалмы, евангельские строки на подмогу. Всего лишь круг мне высветила лампа, а из прошедшего примеры образцы. Для тех событий поднимаю планку. Так научил единородный сын. 23 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин.